Какие вопросы задали журналисты ректору Ильшату Гафурову? Я журналист из интернета издания Казанфюст. На самом деле у меня есть несколько вопросов. Международный гроссмейстер Анатолий Карпов в Казанском университете. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда. Какие новые гаджеты ждут фанатов Apple этой осенью? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Владислава Проценко. Миноборнауки России представила рейтинг медийной активности высших учебных заведений за август 2021 года. В рейтинг вошли 219 вузов подведомственных Миноборнауки России. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 рейтинга. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями средств массовой информации. Какие вопросы волнуют СМИ, узнаем в сюжете. Во время приветственного слова ректор Казанского университета обозначил повестку мероприятия. Причины возникновения неудовлетворительных условий проживания студентов в некоторых общежитиях и текущее состояние зданий. У нас нарушились все регламенты по вопросам нахождения наших студентов в этих общежитиях. Связанные тоже с известными событиями, с пандемией, когда большое количество студентов просто не могло уехать в летний период времени. Соответственно, мы не могли там проводить каких-то ремонтных работ и регламентных работ. Вот что мы делали каждое лето, когда часть студентов покидала территорию наших общежитий. Сегодня, независимо от того, что студенты живут, там проводятся соответствующие и ремонтные работы. Одна из проблем, обозначенных на встрече, перебои с горячей водой в ряде старых зданий студгородка. Как ранее сообщили представители администрации общежитий, неполадки возникали на участке трубы, не принадлежащей университету. Ректор КФУ выступил с инициативой проведения ремонтных работ за счет университета. Получилась такая ситуация, что эти сети, они просто бесхозны. Они не принадлежат ни университету, как выяснилось, они не принадлежат вообще никакой организации. Мы комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Наверное, в дальнейшем найдутся люди, которые нас будут обвинять, что мы не должны тратить собственные ресурсы на чужие объекты. Цена вопроса более 5 миллионов рублей. На сегодняшний день нашли организацию, которая готова в течение двух недель провести все эти работы. Руководство Казанского университета также планирует произвести полную замену мебели и сантехники в старых общежитиях. На это выделено около 90 миллионов рублей. В заключении встречи Ильшат Гафуров рассказал об итогах приемной кампании в КФУ. Гордость университета более 180 поступивших ступальников. Радостно, что ряд решений уже найдено. И, наверное, мы должны поблагодарить тех самых студентов, которые вынесли эти вопросы в публичную плоскость. Можете ли вы гарантировать, что к ним не будут применены какие-либо меры давления? Потому что кто-то уже за них опасается. Может быть, они самим страшны. Все ли у них будет в порядке? За почти 12 лет моей работы вы можете привести хоть один пример, когда за какие-то активности кто-то был наказан. Вот этого не было ни в период предыдущей моей работы, ни в сегодня. Единственное, за что мы исключаем на сегодняшний день, это за несдачу квалификационных работ. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Встречу для деловых партнеров провел проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В рамках визита проректор рассказал гостям из Санкт-Петербурга про структурное устройство Казанского федерального университета и те научные разработки, которые сейчас ведутся в ВУЗе. В связи с открытием в спортивном блоке КСК КФУ Уникс шахматного центра Казанский федеральный университет посетил советский и российский шахматист, международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Шахматист с большой буквы, великий практик со своим неповторимым стилем игры. Виртуоз любимого миллионами и актуального спортивного противоборства Анатолий Карпов. Этот человек стал для юных спортсменов символом побед и внутренней силы, а также шахматного мастерства. За каждым ходом, за каждой его новой комбинацией на клетчатой доске пристально следили тысячи экспертов и знатоков по всему миру, вживую и у экранов телевизоров. Детство Анатолия Карпова началось в уральском городке Златоусте. Будущий чемпион родился в семье рабочих. Анатолий был вторым ребенком. Впервые с шахматами он познакомился дома, отец стал его первым тренером. Тогда, будучи четырехлетним мальчиком, он постоянно проигрывал. Однако, вскоре почувствовав вкус к игре, Анатолий стал серьезным соперником за доской. Даже став чемпионом мира среди юношей, я еще не был уверен, посвящаю ли я себя шахматам, могу ли я посвятить себя шахматам, или шахматы могут быть на втором плане. И только когда я уже в 19 лет стал гроссмейстером, то я понял, что я имею право заниматься шахматами. Напомним, что буквально год назад Анатолий Карпов приезжал в Казанский федеральный университет. Тогда вместе со своей супругой Натальей Булановой они посетили музей Лобачевского, а также музей КФУ. Именно тогда и зародилась идея создания шахматного центра на базе Казанского университета. И вот 16 сентября в спортивном блоке КСК КФУ уник состоялась церемония открытия шахматного центра имени советского и российского шахматиста международного гроссмейстера Анатолия Карпова. В ней приняли участие сам гроссмейстер, ректор Казанско-федерального университета Ильшат Гафуров, депутат Государственной думы Российской Федерации Ильдар Гельмуддинов, а также председатель Верховного суда Республики Татарстан Эльгиз Гелазов. Центр будет способствовать решению целого ряда задач, повышению уровня подготовки шахматистов в сборной КФУ, изучению теории и регулярной практики для шашистов, обучение стратегическим играм ГО, Абалон, Рензю и другим. Также в центре регулярно будут проводиться соревнования разного уровня, в том числе с использованием онлайн-технологий. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда. Я переступил порог университета в 1978 году, здесь всегда играли шахматы. Не было такого формата, но интерес к шахматам был всегда. Шахматы развивают память. Я обычно родителям, которые приводят маленьких детей, первоклассников, говорю, что шахматы, конечно, время какое-то займут, но они научат детей концентрироваться лучше, и они будут экономить время на более быстром осмотрении других предметов. В шоуруме Высшей школы журналистки и медиа и коммуникации состоялась встреча красмейстера со студентами. Все подробности с открытия шахматного центра смотрите в нашем следующем выпуске. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. В спортивном комплексе «Москва» Казанского федерального университета прошли противопожарные учения. Мероприятие было организовано в рамках профессиональной подготовки личного состава второй пожарно-спасательной части МЧС России по Татарстану. Тренировочные занятия прошли совместно с сотрудниками и студентами Казанского федерального университета. Персонал и учащиеся с поставленными задачами согласно инструкции справились. Вторая пожарно-спасательная часть также с поставленными задачами справилась по спасению пострадавших и тушением условного пожара. Можете выбрасывать свои старые гаджеты. Компания Apple презентовала новую продукцию iPhone, iPad и умные часы. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в виртуальном режиме. Какие новинки ждут покупатели, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Фанаты Apple дождались презентации от компании. Ведущий американский производитель электроники представил новые модели своих самых популярных продуктов. Но, как всегда, самым ожидаемым из них можно считать серию смартфонов, которые представлены в четырех моделях. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 и его уменьшенный вариант iPhone 13 Mini. Компания Apple, как всегда, безусловно, сделали отличный продукт. Лично мое мнение, iPhone является лучшим смартфоном на рынке. Это благодаря тому, что Apple создали единую экосистему, в которую входят все устройства, поддерживают свои устройства. У них замечательная операционная система. Выпускаемые серии продуктов от Apple для обычного пользователя мало чем отличаются от предыдущей серии. В прошлых сериях и так всего было достаточно. Производительность также была высокой. В этом году это достаточно такой спорный момент насчет того, что менять ли существующий девайс, например, 12 iPhone на 13, то есть это дело уже каждого пользователя в зависимости от целей, которые он хочет достичь. Покупателям интересно не только качество, но и цена продукции. К примеру, в США цены на iPhone начинаются от 699 долларов. В российских рублях это около 60 тысяч рублей в зависимости от модели. В России они уже будут стоить не 60 тысяч, а почти 70. Во-первых, это зависит от налогов. Во-вторых, естественно, цены на каждом рынке устанавливаются в зависимости от конкретной маркетинговой стратегии продавца или производителя. Факторы есть разные, и цены действительно в разных странах на одни и те же товары формируются очень сильно по-разному. На официальном сайте Apple указано, что предзаказ новых гаджетов начнется с 22 сентября, а в продажу они поступят с 24-го. На этом все. В студии была Владислава Проценко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok